Челябинский трактор Об этом расскажем мы, Эльвиря Смогилова и Александр Захаров. Вне зоны плей-офф. Челябинский трактор не может выбраться из кризиса. В чем причина нестабильной игры черно-белых? Второй международный успех. Тэквондистка Анна Пеконкина стала победительницей первенства Европы. Спорт с пеленок. Как воспитать будущего чемпиона? Покажем, с чего начинается спортивный путь самых маленьких дзюдоистов. Челябинский трактор все еще находится вне зоны плей-офф. Перед домашней серией игр, которая началась в начале недели, казалось, что команда вышла из кризиса и теперь будет стабильно набирать очки. Но на деле оказалось все сложнее. Об итогах первых двух встреч и причинах нестабильной игры черно-белых расскажем в нашем первом сюжете. 10 октября. Начало недели. Трактор проводит открытую тренировку на льду. Настроение у игроков приподнятое. И этому есть объяснение. Из сложнейшего двухматчевого выезда на Дальний Восток команда привезла 4 очка. Кажется, что черно-белые выходят из кризиса, который преследует команду с начала сезона. При достаточно неплохой игре теряли очки. Где-то потерялась уверенность. Надеюсь, что сейчас с победами, естественно, где-то она и появляется. Например, с появлением очков. Может быть, где-то наоборот. Нам и нужна была такая ситуация. Может быть, где-то при не очень красивой игре. В принципе, сейчас нам, может быть, и не нужна эта красивая игра. Нам нужны просто очки. Но первый матч домашней серии против Йокерита показывает. У трактора еще есть недочеты. Финская команда в этом сезоне демонстрирует уверенную игру. До встречи в Челябинске они одержали 11 побед подряд. И остановить эту машину черно-белым не удалось. Йокерит побеждает со счетом 3-0. Не очень удачно сложился первый период. Вот получили ненужное удаление. Пропустили два гола. И, наверное, это решило. Вот пытались изменить, навязать свой хоккей, но не получилось. Уступили в движении. А пока на льду челябинские хоккеисты пытаются сравнять счет в матче, на трибунах происходит забавный эпизод. Маленькая девочка рассыпает попкорн, от чего очень сильно расстраивается и не может сдержать слез. Поднять настроение юной болельщицы спешит медвежонок Кью. И у него это получается. Он дарит ей новый стакан воздушной кукурузы, а болельщики поддерживают этот поступок аплодисментами. В следующем матче уже сами игроки трактора радуют своих болельщиков. Проигрывая по ходу встречи подмосковному «Убитезу» черно-белый, сначала сравнивают счет, а потом и вырывают победу. Итоговый результат 2-1. Немного долго входили в игру, не совсем уверенно провели первый период. Слишком осторожно, не скажу, что не уверенно, а слишком осторожно. Допускали потери в средней зоне, но в перерыве поговорили, указали на ошибки. Ребята стали играть более раскованно, большинство реализовали. Опять дождались момента, забили второй гол и победили. После победы над «Убитезем» трактор вплотную приближается к зоне плей-офф. Отставание от Кунь-Луня, находящегося на восьмом месте, всего 4 очка. Примечательно, что эти команды проведут очную встречу в среду, 18 октября. А значит, разрыв может еще уменьшиться. Такие игры называют «игрой за 6 очков». Матчем против китайской команды челябинцы завершат домашнюю серию игр. А перед этим в понедельник в Челябинск приедет один из лидеров чемпионата – московский ЦСКА. Первые пассажиры опробовали мультимодальный маршрут из Челябинска до Солнечной долины. Счастливчиками стали представители правительства Челябинской области, администрации МИАСа и Златоуста, Солнечная долина, а также железнодорожники. Поездка стартовала с пригородного вокзала Челябинска, где для оформления документов по мультимодальному маршруту выделена специальная касса. Пассажиры могут там приобрести билеты на пригородный поезд и автобус, а также квитанции на скипасы. Время в пути на поезде всего 1 час 15 минут, далее на автобусе около 20 минут. Транспорт подъезжает к пункту проката горнолыжного снаряжения. Здесь можно получить скипас в обмен на квитанцию. Напомним, быстро добраться до места отдыха с помощью поезда и шаттла станет возможным со 2 декабря этого года. В таком формате транспорт будет курсировать по выходным и праздничным дням, вплоть до 1 апреля 2018 года. Стоимость поездки в одну сторону составит всего 280 рублей. При этом на проезд в пригородном поезде будут действовать все виды льгот, поэтому для студентов цена составит 165 рублей. А вот цена полного комплекта билетов, включая проезд в обе стороны эскипасы, составит 1000 рублей. Челябинская токвандистка Анна Пиконкина поразила всех болельщиков своим высоким результатом. А на второй раз за два месяца стала обладательницей медали золотой пробы на международном старте. В этот раз спортсменка одержала победу на первенстве Европы среди кадетов Венгрии. Насколько сложен был путь к пьедесталу? Закулисные секреты раскроем прямо сейчас у нас в гостях сама. Анна Пиконкина, а также тренер-преподаватель спортивной школы «Юность Метар» Александр Никифоров, который, кстати, был все время рядом с Анной. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Аня, расскажи, пожалуйста, я знаю, что ты четыре боя провела в Будапеште. Вот какой из них, на твой взгляд, все-таки, по твоим ощущениям, был самый сложный? Первый бой самый сложный, потому что подыхание было очень сложно и вообще, как бы... Вообще самый первый бой был сложный. Почему именно первый бой? Почему не последний? Потому что ты входишь в темп, то есть ты начинаешь разогреваться, все, и вообще подыхание начинает разогреваться сложно. Ноги тяжелые, все. А потом уже, если первый бой начал хорошо, то есть основные пойдут по накатам, так сказать. Ну, до этого был чемпионат мира, также по кадетам. Насколько сложно сразу два вот таких крупных старта и выступать на них? Это очень психически... эмоционально тяжеловато, что-то было, особенно на чемпионате мира. Первый раз все-таки. Кадеты – это кто? То есть есть юноши, есть взрослые. Вот объясните нам, им, зрителям, кадеты – это кто, значит? Кадеты – это юноши. То есть это уже, так сказать, первый серьезный возраст. До этого дети в таких серьезных соревнованиях не участвуют. То есть, начиная с кадетов уже идут первенства мира, первенства Европы. Это 12-14 лет. Александр, расскажите, почему было принято решение выступить сразу на двух таких крупных соревнованиях? Ну, это, так сказать, нововведение в данном возрасте. То есть раньше всегда было, как у взрослых спортсменов. То есть сначала в один год это первенство мира, в другой год это первенство Европы. И два года назад, три года назад ввели, что кадеты у нас выступают и на первенстве Европы, и на первенстве мира. То есть сборная команды формируется после чемпионата России. И первые номера едут на первенство мира, вторые номера едут на первенство Европы. Но есть еще один шанс отобраться от Кубка Президента. То есть это Всемирная Федерация Тэквондо специально проводит такой турнир, чтобы еще могли люди отобраться на Европу. То есть вот мы поехали от Кубка Президента на Европу. Как вот последний бой? Силы, насколько ты, откуда их брала? Насколько тяжело было именно последний бой выиграть? У меня когда вышло, получается, забила первый балл. Получается, она упала, а потом забила в голову. Я поняла, что все будет хорошо. То есть я уже была настроена, что все получится. Если я не ошибаюсь, ты выступала в последний день турнира. Да. Верно, да? Вот есть такое понятие, как перегореть. Вот я знаю, что у многих спортсменов такое происходит. Мы вот гуляли по городу. То есть на сравнении мы вообще не обращали внимания. То есть мы ходили везде, смотрели, все. Но я еще знаю, что вы возвращались обратно в Челябинск с перелетами, с трудностями. Расскажите, пожалуйста. Мы прилетели во вторник. Перелет был очень сложный. Я бы даже сказал, что самый сложный из всех, которые я вообще летал. Очень рано встали, поехали в аэропорт в 4 утра. Там перелет был довольно-таки спокойный. В Турции у нас была транзит-пересадка в 15 часов. Там у нас была экскурсия. Очень интересно, очень познавательно, знали историю. Приехали с экскурсии и видим, что рейс задержали на 5 часов. То есть это было очень тяжело и эмоционально, и уже спать охота. Потом все хорошо. Прилетели утром в 10 утра. А вы сколько там человек? То есть делегация составляла? Вы вдвоем были еще кто-то там? Нет, мы отдельно летели вдвоем. Понимаешь, что сейчас пока юный возраст, но все-таки есть мысли о Олимпиаде вообще? Какие цели ты ставишь глобальные для себя в Текунду? На будущее. Выиграть Олимпиаду. Взять первое место. У нас Челябинская федерация очень сильная в нашем виде спорта. То есть мы постоянно на командных местах, на России занимаем, так сказать, пьедестал почета командный. Конечно, огромное спасибо хотел сказать Карпу Максиму Алексеевичу, а также президента Челябинской областной федерации Текунду Киселева Анатолия Степановича. Ну а мы хотели бы поблагодарить вас за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию, пообщались с нами. Мы желаем вам громких побед. Приходите к нам. Мы любим, когда у нас здесь в студии чемпионы. Далее у нас реклама. Не переключайтесь, будет еще много интересного. На спортивный пьедестал с пеленок. Какой путь к успеху проходят будущие чемпионы? И к чему стоит готовиться родителям, отдавая малышей в спорт? Сегодня поговорим о самых маленьких дзюдоистах, с чего начинают свой спортивный путь до шкалята. Анна Андронова подготовила материал. Подпрямляем ножки. И кувыркайся вперед. Да не прыгай ты. Ну, давай. Молодец. Умешь кувыркаться? Умешь кувыркаться? Нет. Сейчас учиться будем. Пока дзюдо для них – это кувырки и неуместные броски на татами. А вся борьба сводится к игре. Не отвлекаться на родителей тоже пока не получается. Не терпится показать маме все, чему научился. Встали, ребят, гуськом пошли. Давайте, мама. Дзюдо ребенка можно отдавать с пяти лет. Правда, бросковую технику начинают отрабатывать позже, ближе к десяти годам. Тогда же юные дзюдоисты начинают ездить на соревнования. Родителям стоит понимать, что дзюдо – это борьба. И хотя дети лишь имитируют поединок, от синяков и ушибов они не застрахованы. Но спорт уникален тем, что заниматься им можно в любом возрасте. Профессионально можно и добиться по ветеранам. В принципе, у нас в Челябинске женщина тоже начала заниматься, грубо сказать. И было, я не скажу, сколько лет 50, может, больше. И она тоже по ветеранам выиграла или второе место, или чемпионкой мира стал по ветеранам. Для родителей дзюдо – спорт малозатратный. В городе много бесплатных школ, где даже выдают кимоно. Но при покупке формы можно уложиться в 2000 рублей. Вложения в будущего чемпиона небольшие. Но все же большинство родителей отдает детей в спорт для общего развития. Для здоровья в первую очередь, соответственно, я так думаю, все равно фигура для девочки. И получается, что если в дальнейшем она уже сама по возрасту захочет, то, соответственно, пускай идет заниматься дальше. А юная Арина для себя уже все решила. Хочет стать прославленной дзюдоисткой. Уже сейчас борется с мальчишками на равных. Ну я пока еще только начинаю. В Челябинске три десятка школ дзюдо, а наша система подготовки является одной из лучших со времен Хариса Юсупова. Доказательством тому служат многочисленные медали Мансура Исаева, Кирилла Денисова, Рената Саидова и Дениса Ярцева. В копилке прославленных дзюдоистов награды Олимпийских игр и чемпионатов мира. Возможно, кто-то из этих малышей в дальнейшем пополнит список чемпионов. Южный Урал – кладезь талантливых спортсменов. Уходящая неделя запомнилась всем болельщикам чередой громких побед – боксеров, бойцов ММА, теннисистов и дзюдоистов. Как это было? Вспомним самые яркие спортивные события. Смотрим дайджест новостей. Челябинские бойцы завоевали два золота на чемпионате мира по смешанному боевому единоборству в Астане. Победителями состязаний стали бойцы ММА из клуба РМ-93 Гаджи Мурадзаваев и Магомед Шахрудинов. Всего мужская национальная сборная России добыла в столице Казахстана семь золотых наград из восьми возможных. Золото в южноуральскую копилку принес и челябинский бадминтонист Владимир Иванов. Паре с Иваном Сазоновым из Москвы он стал чемпионом России. После подготовительного сбора сильнейшие отечественные спортсмены выступят в престижных турнирах в Дании и Франции. А вот южноуральские боксеры Эдмонд Худаян и Эдуард Абзалимов добыли бронзовые награды на чемпионате России в Грозном. Оба уступили в равных боях своим соперникам. У спортсмены Златоуста Эдмонта Худаяна это первая медаль чемпионата страны. А у воспитанника мяского бокса Эдуарда Абзалимова уже десятая по счету. Теперь в его коллекции есть золотая, четыре серебряных и пять бронзовых наград. Челябинец Евгений Кузнецов возглавил бомбардирскую гонку национальной хоккейной лиги. Сейчас в его активе восемь очков, так что нападающий на один балл опережает партнера по команде Александра Овечкина. Лидерство Кузнецову принес матч его команды Вашингтон Кэпиталс с клубом Тампе Бэйланднинг. В этой встрече, кстати, столичные хоккеисты потерпели поражение в овертайме. В одно из голевых атак принял участие и Евгений Кузнецов. На 28-й минуте он отдал шайбу товарищам по команде и это позволило забить гол. В итоге Кузнецов получил недостающий балл и возглавил список лучших бомбардиров лиги. Тимур Куснулин из Челябинска выиграл бронзу на чемпионате Европы по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования с участием представителей более 30 стран прошли в славянском городе Лашка. В командном турнире он выступил в паре с Александром Исауловым из Саратовской области. Россияне взяли верх над соперниками из Греции, но уступили будущим чемпионам континента из Великобритании. В итоге у них бронзовые медали. Южноуральские дюдаисты завоевали 12 наград на всероссийских соревнованиях памяти героя-разведчика Николая Кузнецова в Екатеринбурге. Соревнования состоялись в 43-й раз. В них приняли участие около 150 спортсменов из Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округов, а также из Санкт-Петербурга. Победителями турнира стали Алексина Гаитова и Екатерина Кошелева. Серебро добыли Иван Сырцев, Михаил Будаков, Денис Бедушкин и Екатерина Петрова. Еще шесть южноуральских спортсменов добыли бронзу. Отметим, что победители состязаний получили право на присвоение звания Мастер спорта России и путевки на первенство страны до 23 лет. В прошлом выпуске мы задали вопрос, во сколько лет Екатерину Ефременкову, бронзовую призерку Кубка мира по шорт-треку, папа привел в ледовую арену «Молния». И первым, и главное, правильно на вопрос ответил наш постоянный телезритель Вадим Рузгин. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну какой же правильный ответ? Ответ правильный. В 9 лет папа привел свою дочку в шорт-трек. А вообще, сами интересуетесь какими-нибудь видами спорта? Да, я интересуюсь хоккеем, потому что там очень большие скорости. Ну и что может сказать, что это вид спорта? Как думаете, тяжело? Ну я думаю, конечно, тяжело, потому что сложно разгоняться на таких больших дистанциях. Ну у нас есть Виктор Анн, олимпийский чемпион, который принес для нашей страны. Знаете про него? Да, немного слышу, но не очень знаю. Мы вам, Владимир, дарим два билета. В кино. Обязательно сходите, вы уже знаете, кого пригласите? Не знаю, наверное, родителей, друзей. Скажите, как вы проводите свободное время? Чем занимаетесь? Я свободное время провожу только в работе. Это работа журналистом, работа журналистикой, занимаюсь журналистикой. Возможно, кстати, наш будущий коллега. Смотрите программу «Весь спорт», будьте в курсе спортивных событий и, возможно, именно вам мы подарим следующий приз. И участвуйте в наших розыгрышах. А мы продолжаем розыгрыш призов. И сегодня наш вопрос звучит так. Сколько будет стоить полный комплект билетов на мультимодальный маршрут «Челябинск-Солнечная долина», включая проезд в обе стороны и эскипасы? Свои ответы присылайте на почту vssobaka.1obl.ru и не забывайте указывать свои контакты. И это все, что мы успеваем вам рассказать сегодня. Смотрите нашу программу по выходным и будьте в курсе спортивных новостей. Пока! Субтитры подогнал «Симон»